Депутат блока Никола Пашиняна Мойшак София Всепян заявила, что командование российских миротворцев готовится выехать в Баку, чтобы договориться о сроках возвращения 62 армянских пленных. Также она уточнила, что пока речь идет о тех пленах, которые в составе добровольческих отрядов оборонили села Кенет-Аглар и Чайлагала Шушинского района. В Карабахе она встретилась с так называемым президентом республики Араиком Арутюняном, а также с командованием российского миротворческого корпуса. Нам сообщили, что пленных уже перевозят в Баку. По предварительным данным, на этой неделе должна состояться поездка в Баку российской стороны, чтобы договориться о сроках возвращения, заявила она. Командующий группировкой миротворцев генерал-лейтенант Рустам Мурадов заверил, что жизни и здоровье пленных ничто не угрожает, и миротворцы отвечают за это. Имена этих 62 пленных уже переданы Международный комитет Красного Креста, а их личные данные Европейский суд по правам человека. Азербайджанская сторона также подтвердила наличие 62 армянских пленных, а на прошлой неделе в Армению уже вернулся 44 военнослужащих. Следует отметить, что на момент подписания соглашения от 9 ноября села Кьенет-Аглар и Чайлагала Шушинского района оставались за Азербайджаном, но, как казалось потом, там находились армянские военные, которые не покинули эти места. Азербайджанская сторона в течение многих дней требовала армянские войска покинуть эти села и давала коридор, и не применяла огонь, хотя имела на это полное право. И если бы не выдержка азербайджанских военных, которые ждали 10 дней, то никакой речи бы о 62 пленных сейчас бы не велось, так как их просто физически бы не было. А почему Никол Пашинян и его команда не указали в соглашении эти и другие места дислокации оставшихся на территории Азербайджана армянских военных, это уже вопрос лично к армянской стороне.